И всё, потом вам передам. В этом году Юрию Володову должно быть исполниться 80 лет, ну, после дня рождения, в декабре. И я буду готовить новые публикации, творческий памятный вечер в ЦДЛ. Ну и хорошо, что вышла подборка. В «Истоках». Юрий Володов, в общем-то, давний автор «Истоков», Сергей Телюк там ещё свои записки публиковал. Я прочитаю сначала Юрию Володову стихи, потом немножко своих. «Сохнут застиланных тучек простыни, Божий безумец уходит в пустыни, А по следам боголепного сына Вяло хромает приблудная псина. Ищет безумец блаженное место, Месит ногами песчаное тесто. Псина на тёртую лапу замоет, Спину мессии по бабье завоет, Ветры взывают. Ах, дети, вы дети, Дети, вы дети, Куда же вас дети? Все мы сравны в этом мире у Бога, Все мы равны перед Господом Богом. Ветры побесье, Пески подбивают, Да, за небесье свящи подбивают, Подбивают, так и бредут, Обречённые в паре две сироты, Две безумные твари. Роства в Иудее опала, Бездомье пришло и опало, Вся крыша судьбы протекла. Он молвил, Послушай, Иуда, Тебе мне действительно худо, Рискни, приюти до тепла, Не худо. Ты слышишь, Иуда, Что дали голод, простуда, И, может быть, даже арест? Иуда взмолился, Учитель, Ты мученик наш, И мучитель. Спасение для гения Крест. Без лишних упрёков И прений Ушёл успокоенный гений, Убрём от людского тепла, А хитрой природы Опала, Дождями и снегом Опала, Вся крыша Земли Протекла. Отче, Дозволь заглянуть Непроглядные пропасти, Дозволь от земли Оторвать Преклонённые Отче. Сыне, Ты можешь ослепнуть От праведной солнечной Сине. Отче, Дозволь заглянуть Непроглядные пропасти ночи, Сыне, Душа охладится От лунной Губительной стыни. Отче, Какая-то рука К тебе По-земному Короче. Сыне, Последуй за тем, Кто блуждает В житейской пустыне. Мне стыдно, Отец мой, Я глаз от земли Не подъемлю. Люби свою землю, Люби свою землю. Все больше морщинок На старой луне Эпохи спешат Семья. Подайте, Подайте Беспутному Мне Во имя Святого Меня. Гнилую Картошку Пекут на зале Бездомный Ангел И Бес. Подайте, Подайте Беспутной Земле Во имя Святейших Небес. Ну вот это Юрий Владович из книги Люди-Боги. Самая его знаменитая книга. Кстати, я сейчас ее готовлю к зданию в издательстве Время. И, возможно, к юбилею она выйдет в свет. Так сказать, следите за рекламой. В прошлом году у меня тоже воздастся демену книги «Кофейная девушка». Ну вот пару стихов, чтобы, так сказать, разведить тяжелую атмосферу. В общем-то, она очень серьезная стихия. Из этой книги я прочитаю самая знаменитая кофейная девушка. Вот. Сейчас даже пошла в интернете получила большую популярность и, кажется, пошла мода даже наряжаться кофейными девушками. Но на таких модных вижу, что в таких нарядах мое стихотворение. Все смешно. я кофейная девушка. Я девушка кофе. Я бегу мимо вас в городской суматохе. Мои волосы мокко, изысканный мокко. Но мне так одиноко, мне так одиноко. Я кофейная девушка с ароматом ванили. Вы, наверное, меня еще не позабыли. Я кофейная фея. В карамельной помаде отыщите меня в городском звездопаде. Я конфетка ночная. Я медленно таю вместе с кофе ночным. Небеса улетаю, а потом возвращаюсь с излюбленным мокко, чтобы не было так без меня одиноко. Второе. Принесите мне кофе. Изысканный черный, с черной магией ночи. Приготовьте его. Я присяду за столик с этой чашкой бездонной и как будто бы спрячусь за ней от всего. Принесите мне кофе. Изысканный нежный, с лунным образом в чашке. и сроспью звезд. Я хочу насладиться горчинкой небрежной до восторга в душе и до радостных слез. Ну а если мне станет совсем одиноко и захочется неги таинственных стран, принесите мне кофе с аромата востока с легкой дымкой турецких замачив танк. Спасибо. Спасибо. Спасибо.